Привет всем! В эфире рубрика «Обзиратель» и сегодняшний обзор у нас будет посвящен посылке из Китая, которая к нам пришла вот такая вот колонка Bluetooth. Что в комплекте? Достаточно хлипенький microUSB шнурок, потом jack-jack шнурочек. Разумеется, пришла сама колонка и инструкция на английском языке. В принципе, с минимальными знаниями английского, либо со словарем, с инструкцией не заставит разобраться труда. Особенно, если вы имели опыт уже с подобными устройствами, в принципе, они все работают практически одинаково. На всякий случай, я продублирую инструкцию и расскажу об органах управления, которые прячутся под вот этой, судя по всему, влагозащищающей накладкой. Я не уверен, что эта колонка водонепроницаемая. Зачастую, бывает, их позиционируют именно так. Может быть, от каких-то брызг она защитит, но от хорошего воздействия воды вряд ли. По порядку. Этот разъем у нас microUSB и он служит только лишь для зарядки аккумулятора колонки. Над ним располагается индикация красного цвета. Пока она горит, колонка заряжается. Погасло? Хватит. Следующий стандартный разъем для наушников. В данном случае, так называемый AUX и используется вот этот провод Jack-Jack. То есть, мы подключаем его к колонке и подключаем к источнику сигнала. Следующий разъем это USB. Все понятно. Втыкаем флешку, слушаем музыку. Органы управления. Первая кнопка – это кнопка включения питания. Короткое нажатие. Колонка только лишь подсвечивается. Длительное нажатие. Колонка включается в режиме Bluetooth. Процесс подключения к колонке, к устройству, например, к телефону по Bluetooth, вполне себе стандартный. То есть, мы находим колонку. Высвечивается как устройство TG57. То есть, именно так она в инструкции и прописывается, ее маркировка. Подключаемся. И дальше пароль. Это будет наверняка либо 400, либо 4 единицы, либо раз, два, три, четыре. Но в данном случае подключилось все просто автоматически. Теперь все, что нам необходимо. Нам надо запустить музыку. Ну, например, быстрее всего я запущу музыку ВКонтакте. Убираем трек. Теперь, плюс и минус. Длительное нажатие увеличивает громкость. Длительное нажатие и удержание минуса также уменьшает громкость. Минимум вообще беззвучный режим получается. Надо сказать, что на полной громкости я бы не сказал, что она выдает какие-то очень-то громкий звук. Нет, не выдает. Теми же самыми плюс и минус мы можем переключать треки. Следующий. Либо предыдущий. Короткое нажатие на клавишу питания делает паузу. Насколько я заметил, светомузыкальная подсветка абсолютно никак не связана с музыкой. И просто это абсолютно рандомное сочетание цветов. Ни ритма, ни чего остального здесь не происходит. Режим AUX. Тем самым мы активировали, услышали звук. Ну и включаем какого-нибудь трек. Все те же самые действия. Скажем так, качество звука вполне такое посредственное. Все-таки некоторые полосы частот очень и очень сильно и хорошо срезаются. Те же самые действия будут и по подключению флеш-карты, либо в USB разъем какой-то другой тоже флешки, либо источника с музыкой. И последняя клавиша с изображением лампочки. Ага, она, во-первых, переключает режим светомузыки, либо выключает ее совсем. Один из режимов это просто белый свет и можно использовать в качестве импровизированного фонарика. Сейчас я посмотрю, насколько же хорошо он будет подсвечивать хоть какую-то поверхность. Ну, скажем так, при близком поднесении к какому-либо объекту, да, мы что-то увидим. И вот что интересно, в этом режиме короткое нажатие на клавишу питания вызывает сканер, который начинает автоматически сканировать все станции. Сканировать и запоминать их. В отсутствие интернета поют. Он в смеху. Сканер останавливается на одной из станций и потом с помощью клавиш плюс и минус. Мы переключаем станции. Вот, собственно говоря, и все, что я мог рассказать об этой колонке. В принципе, устройство простое, поэтому и простой обзор. Ничего сложного. Но, тем не менее, если вдруг возникли какие-то вопросы, вы можете их задать в комментариях. На этом, пожалуй, я обзор заканчиваю. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь, что кому-то обзор помог перед покупкой. Собственно говоря, все. Подписывайтесь на канал и до новых встреч. Пока!